Семья Игнатьевых из Красноармейского района создала хозяйство в 2015 году. Поддержка от государства помогла им развить бизнес дальше, увеличить поголовье скота и закупить новое оборудование. О том, как теперь работает ферма и на каких условиях можно получить гранты, смотрите в нашем сюжете. С весны и до поздней осени каждый день расписан по минутам. Нужно успеть все. Навести порядок в курятники, коровники, телятники, всех покормить. Дробина, сила, сено. Для корма здесь используют только сытную пищу. Работаем не для того, чтобы работать, а как бы на удовольствие. Вот утром встал я в два часа, пошел в поле, скосил, запрессовал, вроде бы не спал. В это же время же как бы в поле отдыхаю. Сейчас вот в этом году купили новый трактор, на него сразу кондиционер поставили, чтобы днем в жару удобнее было работать. Всего здесь около 150 гектаров земли. Планируют арендовать еще 100. Конечно, без помощников не обойтись. Помогают Валерию, его супруга и четверо детей. А ведь несколько лет назад они не думали, что начнут фермерскую деятельность. В 2015 году взяли весной корову одну, потом потихоньку летом взяли еще парочку. К осенью у нас уже было 15 КРС. Летом в 2015 году начали строить ферму. Взяли в 2015 году участок, на котором ничего не было. Вот потихоньку, вот каждый год прибавляя скотину, на сегодняшний день у нас 41 корова. Общее поголовье около 100 голов. В 2017 году Игнатьевы участвовали в программе «Начинающий фермер» и выиграли грант размером около 3 миллионов рублей. На эти средства закупили новый трактор, пресс и 10 племенных нетелей. С этого времени начали увеличиваться надои. От одной коровы получают около 8 тысяч литров молока в год. Сейчас Игнатьевы участники грантовой программы «Семейный фермер». В республике действуют и другие сельскохозяйственные программы для поддержки аграриев. Объявлен конкурс на получение грантов «Агростартап». Для семейных ферм мы разработали 16 бизнес-планов и начали принимать уже заявки на разработку бизнес-планов для участников программы «Агростартап». Фермеры, желающие получить грант на реализацию проекта создания и развития хозяйства, могут подать заявку и документы на участие в конкурсном отборе до 23 июня этого года. Для этого нужно обратиться в Республиканское министерство сельского хозяйства. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.